Париж Проведя три часа в воздухе и приземлившись в аэропорту имени Шарля де Голля, наша команда транзитом через отель практически сразу отправилась на стад де Франц. Опробовать газон главной арены Франции, ощутить атмосферу внутри культового 80-тысячника и оценить свое состояние в преддверии матча. Вот главная задача, что вечером понедельника ставила перед собой команда Игоря Крюшенко в предместе Сен-Дени. Первые шаги по стадиону стадо Франц каждый футболист делает именно здесь. Это приемная или гостевая, как угодно, легендарного парижского стадиона. Отсюда можно увидеть поле, здесь можно поздороваться с охранниками, пока они еще настроены очень дружелюбно и доброжелательно. Однако мы с вами понимаем, всего через несколько часов ситуация изменится и атмосфера над этим стадионом будет наэлектролизована до предела. Арена и вправду производит величественное впечатление. Правда не снаружи, а изнутри. Только перемещаясь по вертикали ее многочисленных этажей, осознаешь, насколько стадион монументален. Снаружи же скромная отделка и подсветка не дают полного представления о масштабности чаши. Ценить же стадо Франц в полной мере начинаешь, когда чуточку оботрешься и освоишься внутри его многочисленных переходов и кабинетов. Мы находимся в пресс-центре стадо Франц. Месть, можно сказать, святая святых для журналистов. Их собирается потихонечку довольно-таки внушительное количество. Дело в том, что через несколько минут здесь стартует пресс-конференция Игоря Крюшенко и Сергея Черника. К нашему киперу здесь особое внимание, поскольку Сергей выступает во второй французской лиге. Многие журналисты знают его лично и подготовили вопросы именно Сергею, как нам успели сообщить. Так что сейчас мы поприсутствуем на этой пресс-конференции, разумеется, сами зададим пару вопросов нашему игроку и тренеру. Ну а потом отправимся на поле для того, чтобы понаблюдать за занятиями белокрылых на стадо Франц. Отметим, что пресс-конференцию белорусов посетили представители порядка 15 изданий и признались, что потратили время не зря. Одни ответы Сергея Черника на добротном французском заслужили уважение медиа. А уж когда Игорь Крюшенко пообещал выставить состав, что даст бой грозным хозяевам, французы и вовсе одобрительно зацокали языком. Респект, мол, за отношение к делу. Но делегация белокрылых этого уже не услышала. Команда спешила на тренировку. Через несколько дней стартует тренировка сборной Беларуси на стадо Франц. Ну а пока мы воспользовались гостеприимством ребят и заглянули в раздевалку. Именно так выглядит раздевалка команды перед началом тренировки, перед началом поединков. Понятное дело, что небольшой художественный разброс, эдакий бардак творческий здесь присутствует. Но вы понимаете, что оказаться на стадо Франц и пройти мимо дома футболистов мы не могли. Часовое занятие Игорь Крюшенко планировал разделить на несколько частей. После разминки команда повторяла тактику с противодействием прессингу, выходом из обороны через пас и заигрыванию открывавшихся из глубины форвардов. Затем же посылы требовалось закрепить делом на практике. Мы, разумеется, захотели посмотреть, совпадут ли наметки с реальной работой. Итак, друзья, мы всего лишь в нескольких шагах от того момента, когда ступим на газон легендарного Стадо Франц. Здесь игрался финал Чемпионата мира по футболу. И, честно признаться, мурашки бегут по коже, сознавая, что ты становишься участником, свидетелем такого же легендарного события – выступления сборной Беларуси на этом стадионе. Уже началась тренировка нашей команды, сейчас мы за ней непременно понаблюдаем. Ну а затем расскажу вам пару интересных историй, которые окружают это противостояние за сутки до его начала. Единственное, что за время занятий белорусы не смогли смоделировать, так это шум переполненных трибун. Оттуда и вправду пойдет нешуточный прессинг, чему поможет близость сидений к полю и заготовленная атрибутика. Да и акустика на Стадо Франц в полном порядке. Наверное, каждому из тренеров-соперников сборной Франции доводится сидеть здесь и задумываться, когда противостоишь хозяевам Стадо Франц. А как иначе, коли на тебя давят 80 тысяч человек, собирающихся на трибунах? Завтра их будет 76. Если кто-то не верит, что французы приходят поболеть не только за свою команду, но и оказать давление на соперника, представьте. На сборную Люксембурга вот эта чаша не собралась, и французы играли в Тулузе. На сборную же Белоруссии сюда придет практически аншлаговая арена. Все потому, что от результата матча зависит, и выйдет ли сборная Франции на чемпионат мира напрямую или нет. Так что нашим парням придется играть под очень и очень приличным давлением. Впрочем, белокрылые осознают сложность торничной задачи и стараются предусмотреть все форс-мажоры. Равно как делает это и местная полиция, которая неотступно следует за командой и, вооруженная до зубов, старается сделать пребывание наших в Париже максимально безопасным. В связи с участившимися террористическими угрозами, завтрашний поединок объявлен объектом повышенного внимания со стороны полиции. Это прочувствовали даже мы на себе. Для того, чтобы получить вот такую аккредитацию, пришлось заполнить специальную анкету с указанием всех персональных данных. Как вы видите, пришлось даже прислать персональную фотографию, чего, в принципе, на аккредитациях в матчах такого толка ранее делать не приходилось. К тому же полиция постоянно напоминает, завтра на стадионе будет порядка 80 тысяч человек. Поэтому следует быть пристально внимательными и выполнять все просьбы, которые служащие правопорядка будут предъявлять к болельщикам. Независимости представляете вы прессу, команду или же приходите поболеть на трибуны. Что ж, остается надеяться, что главным потрясением вторника, если что и станет, то только результат поединка. Его в 21.45 по белорусскому времени можно будет увидеть в эфире телеканала «Беларусь 5». Мы же обещаем продолжить работу в Париже и порадовать зрителей АБФФТВ оперативными комментариями наших ребят после игры, а также рассказами об антураже встречи. Так что следите за обновлениями из Франции на нашем YouTube-канале.